провокации со стороны москвы не заканчиваются из-под тишка рф посягнула на границы балтийском море россия показала план расширения своих территориальных вод у границ литвы и финляндии а в швеции утверждают что путин положил оба глаза на их остров что означает вбросы россии и есть ли угрозы для стран балтии расскажу через пару минут военная разведка россии стала активнее работать в странах европы как сообщают представители государств для осуществления диверсии гру нанимает молодых людей через интернет европейские чиновники и политики сообщают что москву больше не волнует поймают ее агента во время совершения преступления или нет чем занимается российская агентура в странах европы и какие будут последствия таких действий для каждой из сторон об этом всем говорим далее в очередном выпуске проекта все так однозначно поехали у путина попытались под шумок цапцарапнуть шведский остров балтийский регион стал объектом для очередной провокации со стороны нынешнего российского руководства как сообщил главнокомандующий вооруженными силами швеции микаэль бюден глава кремля положил глаз на шведский остров готланд это самый большой остров швеции он стратегически расположен среди балтийского моря между стокгольмом и российским эксклавом кёнигсберг шведский главком в интервью немецкому изданию r&d заявил я уверен что путин даже положил оба глаза на готланд цель путина получить контроль над балтийским морем заявил микаэль бюден он считает что если россия сможет взять под контроль и перекрыть балтийское море это приведет к потере стабильности в швеции и всех других странах граничащих с балтийским морем мы не можем этого допустить балтийское море не должно стать игровой площадкой путина где он запугивает членов нато если путин захватит готланд он сможет угрожать странам нато с моря это был бы конец мира и стабильности северном и балтийском регионах добавил бюден все началось документа который был опубликован во вторник 21 мая на российском официальном портале проектов нормативных правовых актов в нем как обратили внимание журналисты the moscow times шла речь о том что россия намерена немного так подвинуть свою границу в балтийском море рядом с литвой и финляндии и объявить своими внутренними морскими водами часть акватории российские чиновники заявили что координаты которые были установлены еще в 1985 году якобы не в полной мере соответствует современной географической обстановке а в результате предложенных изменений цитируют журналисты документ будет установлена отсутствующая ранее система прямых исходных линий позволяющая использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды российской федерации изменится прохождение государственной границы российской федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря конец цитаты для чего это необходимо россии кроме очевидного в очередной раз загробастать чужие территории готланд это не просто самый большой остров швеции вступление стокгольма в нато в марте 2024 года стала знаменательным событием которое расширило влияние альянса в северной европе сегодня готланд стратегически важный форпост в балтийском море для стран нато но напряженность в этом регионе возникла еще в январе 2022 года когда россия сконцентрировала у побережья острова десантную корабли когда это заставило шведское правительство срочно перебросить войска на готланд остров расположен вблизи важных морских путей связывающих страны балтии с остальным миром а также он может служить плацдармом для контроля над судоходством в регионе на готланде находится крупная шведская военная база так что флот россии в балтийском море и маршруты экспорта ее нефти оказались в непосредственной близости от территории нато сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы если ситуация с угрозой возрастает тот кто контролирует готланд контролирует балтийское море на данный момент это мы завел издание r&d микаэль бюден путин очень любит рассказывать о том как санкции за войны против украины якобы совершенно не влияет на российскую экономику но с острова готланд отчетливо видно как россия пытается найти лазейки чтобы эти санкции обойти а именно перед островом проворачивается схема с теневым флотом когда российскую нефть переливает на суда под чужим флагом пытаясь скрыть ее российское происхождение прежде всего эти российские нефтяные танкеры представляют реальную угрозу для окружающей среды в европе россия может вызвать экологическую катастрофу прямо на нашем пороге и сделать ее похожей на несчастный случай последствия для окружающей среды были бы разрушительными тем не менее россияне также могут использовать эти корабли другим образом для ведения войны против нато нет лучшего способа для россии подкрасться к нам чем замаскироваться под старый нефтяной танкер с кораблей они могут подслушать нас тайно перевозить что угодно и использовать их для саботажа заявил главком швеции и так интересный факт в том что инициатором российского документа стало министерство обороны то есть таким образом россия прямо заявляет что рассматривают эту историю как военную это фактически прямая угроза странам балтийского региона и это часть плана кремля по дестабилизации обстановки в странах нато прямо сейчас идет прощупывание того что в альянсе готовы проглотить и не отреагировать как это было например с историей когда россия оглушила сигнал gps в балтийском море чем подвергала опасности пассажиров самолетов глава комитета по иностранным делам парламента эстонии марко михельсон заявил что на то пора просыпаться и доказать способность адекватно реагировать на угрозы частности после прямых намеков москвы на планы перекроить границу балтийском море такими шагами россия испытывает готовность нато защищаться до сих пор он то есть путин получал сигнал что нато не осмеливается ссориться с россией как помощь украине в полусилы и ограничение на применение западного оружия закрывание глаз на залетание российских ракет и дронов масштабное оглушение сигнала gps создание проблем для жизненно важной инфраструктуры отметил михельсон по мнению эстонского политика москва сегодня пытается разрушить мировой порядок и подорвать авторитет нато уже пора союзникам нато проснуться и определиться какими симметричными или асимметричными шагами отвечать россии иначе мы увидим со стороны россии новые провокации которые в конце концов могут привести к непосредственному вооруженному конфликту заявил михельсон это то о чем я говорил в одном из своих предыдущих выпусков проекта все так однозначно помощь украине в обороне от россии это путь к деэскалации а не наоборот как урожает кремль уступки агрессору лишь развязывают ему руки для последующих масштабных преступлений и только твердый отпор может предотвратить эту катастрофу все выпуски проекта вы можете увидеть на наших youtube каналах freedom и freedom life рекомендую вам ознакомиться с ними и подписаться если вы еще не сделали это свою очередь министерство иностранных дел литвы заявила что такие действия россии расценивают как сознательную целенаправленную эскалационную провокацию направленную на запугивание соседних стран а глава мид эстонии маргус цахтна не исключает что сообщение в сми о якобы намерениях россии изменить морские границы балтийском море эта попытка посеять смятение среди союзников альянса мы ожидаем что их шаги будут соответствовать международному праву я не могу исключить что сообщение является попыткой посеять смятение но мы сохраняем разум холодным отметил эстонский топ дипломат сохранять нужно не только разум холодным но и держать таковым порох убаюкивание агрессора как показывает история как показывает война россии против украины не работают этот документ а перекраивание границ всплыл практически одновременно с началом российских учений по применению тактического ядерного оружия после того как проект закона стали бурно обсуждать в обществе документ убрали с сайта правительства что в комплексе говорит о том что это был жирный намек с очередными угрозами кремля но как возможно предотвратить этот шантаж украинская власть дает рецепт из трех пунктов первое дать возможность украине для своей обороны наносить удары западным оружием по военным объектам на территории россии второе не давать возможности россии терроризировать украинское гражданское общество путем регулярных воздушных обстрелов и третье остановить путинскую армию в украине старший директор евразийского центра атлантического совета джон гербст в комментарии украинской службе голос америки объясняет это ограничение он имеет ввиду удары западным оружием по россии является одной из причин почему харьков так страдает если бы украина могла наносить удары по российским войскам стоящим прямо у границы россия имела бы гораздо большие материально-технические проблемы перед началом этого наступления если бы мы позволили украине стрелять по российским самолетам которые находятся в российском воздушном пространстве и запускают крылатые бомбы убивающие людей в харькове погибло бы меньше людей считает гербст как ранее сообщал американский институт изучения войны российское наступление на харьковскую область в значительной степени является следствием политики запада по ограничению использования оружия для ударов по законным военным целям на территории россии свою очередь президент украины владимир зеленский считает что союзники по нато способны сбивать российские ракеты которые бьют по мирным украинцам по его мнению это позволило бы компенсировать дефицит противовоздушной обороны украины и не означало бы втягивание нато войну более того у нато уже есть действенная модель защиты неба украины от российских атак эту модель мир наблюдал во время иранской атаки на израиль в апреле как сообщает издание бизнес инсайдер бывший генсек нато андерс грасмусон выразил убеждение что ракеты перехватчики могут запускаться с территории соседних с украиной стран нато таких как польша и румыния чтобы прикрыть хотя бы западные области украины а издание франкфюртер альгемайн и цойтунг сообщила что правящие оппозиционные партии германии выражают поддержку идеи защиты приграничных к нато регионов украины западные страны могли бы защитить часть воздушного пространства украины вблизи территории нато избивать российские беспилотники ракеты это снизило бы нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и позволило бы им защитить фронт как в случае с израилем где помогали франция великобритания и другие они не стали бы воюющими сторонами завел родерих кизветер политик оппозиционно-христианско-демократического союза и бывший офицер генерального штаба бундесвера более того прикрытие западных областей украины вероятно позволило бы развернуть там плацдарм для обучения украинских военных и обеспечить защиту для инструкторов стран союзников ведь разговоры о том что в украину может зайти военный контингент из западных стран возможно и членов нато все учащаются недавно отправку войск в украину поддержала премьер-министр эстонии каякалас отметив что западные страны не должны этого бояться а атака российских военных на учебный персонал не должна привести к автоматическому введению в действие 5 статьи нато ее слова цитирует издание financial times и не могу себе представить что если там кто-то пострадает отправившие своих людей скажут это статья 5 давайте разбомбим россию это не так работает это не происходит автоматически поэтому эти страхи не имеют под собой основания отметила каякалас ранее генсек нато йен столтенберг и лидеры стран альянса заявили что общее решение об отправке войск в украину пока не принято а в россии напомню где появился проект закона пересмотре границ балтийском регионе назвали такой шаг объявлением войны впрочем члены североатлантического альянса похоже постепенно приближаются к решению о вводе войск в украину в частности глава объединенного комитета начальников штабов соединенных штатов америки сикей браун также отметил что западные лидеры в конце концов придут к решению об отправке войск в украину например для обучения военных что улучшит этот процесс в то же время советник президента эстонии по национальной безопасности мадис роу сообщил что правительство его страны серьезно обсуждает возможность отправки войск в украину чтобы эстонские военные взяли на себя тыловые работы на западе страны роу также подчеркнул не исключено что выступающие против такого шага страны нато изменит свое мнение со временем например стокгольм пока не планирует посылать своих военных в украину но может рассмотреть такую возможность швеция может прислать киеву подкрепление если это предложат союзники нато об этом заявил 14 мая министр обороны швеции пол йонсон а соединенные штаты до сих пор отказывались от идеи отправки войск в украину но генерал чарльз к браун младший председатель объединенного комитета начальников штабов заявил что развертывание тренеров нато уже видится неизбежным так что вероятно этот вопрос лишь вопрос времени и от его решения выиграют все союзники киева потому что безопасность украины это гарантия безопасности в европе правительство по всей европе сталкивается с растущей угрозой которая по их данным исходит от кремля все чаще в странах нато сообщают об акциях саботажа по заказу из россии и как утверждают западные сми москву больше не волнует что ее поймают за совершением враждебных действий и она перешла от более тонких форм тайного шпионажа к открытой жестокости так чем же занимаются российские агенты в европе давайте посмотрим о чем публично говорят представители стран в германии 18 апреля полиция в баварии задержала двух мужчин которые подозреваются в подготовке диверсии по заданию российских спецслужб об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных кругах а также телеканал ARD по имеющейся у них информации задержанные граждане ФРГ российского происхождения шпионили за военными базами США и готовили атаку на транспортные пути использующиеся в военных целях на фоне продолжающейся войны России против Украины и в преддверии летнего чемпионата Европы по футбол в Германии все чаще обсуждают тему возможных диверсий на территории страны Deutsche Welle поинтересовалась у члена комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Александера Мюллера о границах такой гибридной войны где же проходит та самая как сейчас популярно говорить красная линия Германии после которой война между Россией и Европой перестанет быть гибридной и станет войной настоящей вот что ответил Мюллер обратите внимание на его слова к ним мы вернемся позже граница там где можно доказать что из Кремля поступил приказ об осуществлении конкретной диверсии и плюс произошло что-то страшное например пострадали люди или возник материальный ущерб это и есть граница если это произойдет и будет доказана причастность Путина тогда это действительно можно расценивать уже как военные действия вот здесь и проходит граница 13 мая служба государственной безопасности Латвии сообщила о задержании двух человек по подозрению в сборе секретной информации с целью передачи ее спецслужбам России об этом говорится на официальном сайте и это далеко не единственный подобный случай в Латвии ранее сотрудники службы госбезопасности уже задерживали ряд граждан подозреваемых в деятельности по заданию спецслужб России в Польше 20 мая была арестована группа людей которая проводила диверсионные операции по заказу российских спецслужб об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире канала TVN24 их деятельность касалась избиений поджогов и попыток поджогов речь идет о людях которых наняли некоторые из них были связаны с криминальным миром заявил глава польского правительства по информации министра внутренних дел Польши Томаша Симоняка которую он предоставил в интервью изданию Bloomberg российская военная разведка ГРУ вербует так называемых одноразовых агентов которые готовы совершать преступные действия за деньги мы столкнулись с иностранным государством которое ведет враждебные и выражаясь военным языком динамичные действия на территории Польши ничего подобного раньше не было утверждает польский министр также сообщает издание в Польше арестовали человека и обвинили в сборе информации об аэропорте который является основным пунктом остановки для чиновников путешествующих в Украину и обратно по данным следствия он мог способствовать российскому заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского и эти примеры лишь капля в море российского шпионажа чтобы перечислить каждый подобный случай просто не хватит эфирного времени руководитель службы внешней безопасности Эстонии Марго Полосон говорит что в начале 2024 года в стране было арестовано около 10 человек подозреваемых в работе на российскую разведку в Великобритании вероятно российского агента обвиняют в поджоге связанного с Украиной склада а в Норвегии тем временем сообщают что российские спецслужбы намерены активизировать диверсионную деятельность и другие гибридные операции против стран членов НАТО об этом говорится в сообщении Американского института изучения войны в сводке за 22 мая служба безопасности полиции Норвегии и Норвежская разведывательная служба НАЭС предупредили 22 мая о возросшей угрозе российских диверсий против норвежских поставщиков оружия и других норвежских организаций участвующих в поставках военной техники в Украину глава контрразведки ПСТ Ингер Хаугланд заявила что ПСТ предупредила норвежских поставщиков оружия о необходимости быть в состоянии повышенной готовности и ранее предупреждала что российские субъекты планируют диверсии в западной Норвегии где расположены норвежские военно-морские базы и нефтегазовая инфраструктура говорится в сводке у всех этих событий как отмечают официальные лица есть общие черты в них фигурируют местные жители которых вербовали через интернет часто это оказывается граждане российского происхождения подверженные кремлевской пропаганде и распространяющие антиукраинские и антизападные настроения о том что Россия готовится к диверсиям в странах НАТО и Москва уже начала планировать взрывы поджоги и повреждения инфраструктуры вовсю трубят западные СМИ вот например издание Bloomberg опубликовало статью под названием российские диверсии шпионаж и запугивание распространяется в Европе где ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает что Москву больше не волнует что ее поймают за совершением враждебных действий и она перешла от более тонких форм тайного шпионажа к открытой жестокости но несмотря на угрозы от России пока европейцы опасаются открыто обвинять российскую власть помните я говорил о том что мы еще вернемся к словам члена комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Александера Мюллера он сказал напомню граница там где можно доказать что из Кремля поступил приказ об осуществлении конкретной диверсии так вот The Wall Street Journal по этому поводу пишет европейские правительства выдвинули обвинения некоторым россиянам и российским прокси в более мелких инцидентах и все громче обвиняет Москву в развязывании гибридной войны но не спешат обвинять Россию в конкретных атаках самых дерзких инцидентах отсутствие четких доказательств заставляет официальных лиц оставлять дела открытыми или объявлять расследования безрезультатными пишет газета некоторые правительства воздерживается от прямых обвинений в адрес российского руководства потому что опасаются эскалации напряженности и называют виновниками абстрактно Россию но такая осторожность может плохо кончиться ведь тактика безнаказанности еще больше развязывает агрессору руки есть высокая вероятность того что в ближайшее время заявлений о диверсиях в Европе станет больше впереди выборы в странах европейского союза различные спортивные мероприятия новые пакеты помощи для Украины и глобальный саммит мира который организовывает Киев НАТО достаточно ограничено в своей реакции на преступные действия России поэтому Москва пытается нанести максимальный ущерб которого можно добиться невоенными методами сегодня в Европе также увеличивается количество случаев политического насилия например в Солакии было совершено покушение например министра Роберта Фитцо и в истории с Фитцо нельзя прямо заявить об участии России хоть и нападавший был связан ранее с российскими организациями но зато с точностью можно заявить что в этом инциденте не заинтересована Украина украинское руководство и спецслужбы Киеву это не выгодно с любой стороны с которой ни глянь во первых Украина не действует подобными методами во вторых было бы максимально глупо таким образом лишиться абсолютно какой-либо поддержки от стран союзников почему же такая российская агентурная лихорадка охватила Европу как отметил заместитель руководителя полиции и безопасности в Финляндии главная цель российских диверсий в Европе попытка ослабить поддержку Украины со стороны стран запада поэтому европейские лидеры должны понимать с чем могут столкнуться и уже сейчас принимать соответствующие меры чтобы не допустить диверсий со стороны РФ а также решить каким должен быть ответ агрессору на этом у меня сегодня все обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях телеграм и youtube для того чтобы оставаться на связи и не пропустить интересные обзоры на важные события я же прощаюсь с вами до следующего выпуска пока